Приветствую вас и что можно сказать по вашей ситуации. Дело в том, что когда человек очень ранимый, когда человек бурно реагирует на какие-то вещи, когда человек бросает из одну крайность другую, это говорит о его чрезмерной личной заинтересованности в том, что происходит. То есть вы ранимы потому, что не уверены в себе. Вы бурно реагируете на все потому, что поведение других людей так или иначе задевает и влияет на ваши интересы. А бросаетесь за одну крайность другую, потому что это копится, 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 и сменяют друг друга то позитивная картинка, то негативная. И получается так, что есть три основных элемента вашей проблемы. Первый элемент – это неуверенность в себе, что определяется ранимостью. Для примера можно привести такой эпизод, когда человек, скажем, обвиняется в том, что он бедный. Но при этом этот человек очень богат. Согласитесь, вряд ли слова о бедности такого человека ранят, потому что он знает точно, что он богатый, и что это просто насмешка над ним. Насмешка, которая, ну, никак его не трогает. Почему происходит так, что человек не реагирует в данном случае на оскорбление, потому что он твердо уверен в том, что это не так? А вас задевает именно то, что вы не уверены в себе. Вы не уверены, что определенные вещи являются такими, как вы о них думаете. В действительности, вам кажется, что правы те люди, которые вас радуют. Те ситуации, которые вас задевают, так же заставляют вас сомневаться в том, что вы на правильном пути, и что вы придерживаете правильного поведения. Иначе говоря, опять оперируя примером, скажем так. Если человек остался бедным, оказался бедным, не по своей воле, а по стечению обстоятельств, или благодаря незаконным действиям других людей, то у него очень сильный негатив по отношению к своему положению. Ведь он знает, что он достойный лучшим, он знает, что у него было это, и он, естественно, очень длится. Он сомневается, он не уверен в себе, он чувствует, как сама ситуация на него давит. И когда ему говорят, что он бедный, естественно, его это очень сильно задевает, потому что ему неприятно, он не принимает себя. Соответственно, из этого мы делаем несложный вывод, что ко всему прочему, то есть неуверенности в себе, вы добавляете еще и непринятие каких-то своих собственных черт, непринятие каких-то своих собственных недостатков и вообще черт характера. Из этого можно сделать, что мы достаточно скромный человек, который слушался родителям, подчинялся им до определенного предела, до определенного времени, а потом перестал. И сейчас вы оказались попросту не готовы к тому, что кто-то может вас не любить так, как, например, это делали родители. И, возможно, именно эта адаптация сейчас с вами и происходит. В таком случае нужно просто-напросто дать себе немножко времени, для того, чтобы эта адаптация произошла, чтобы вы получили опыт, чтобы вы учили жить самостоятельно в реальном мире, который, к сожалению, таков, что люди зачастую преследуют свои интересы, а не интересы других людей. Такова жизнь. Дальше. Дальше момент, о котором мы говорили. Это момент, касающийся ваших интересов. Значит, вы бурно реагируете на определенные обстоятельства потому, что задаете через чур большие надежды на какие-либо события, на какие-либо события относительно вашей жизни. Что является, что представляет собой, точнее, надежды? Надежды представляют собой желания, потенциальные, реальные, которые вы хотите удовлетворить через определенные условия, через определенных людей. И когда этого не происходит, а люди склонны удивляться своим поведением, люди склонны вести себя не так, как мы хотим, а так и хотят, они вы чувствуете, что ваши интересы, ну, совершенно не удовлетворяются, совершенно не оправдываются ваши ожидания. И из-за этого вы так бурно реагируете. Потому что ставите себя в зависимость от обстоятельств, ставите себя в зависимость от людей. Это неправильно. Вам нужно делать не только по-другому. Вам нужно обладать самостоятельностью, обладать путями до достижения своих личных желаний, чтобы не быть зависимой от людей и от условий. Это очень, очень важно. Понятно. Для себя. Самое. Как только вы не будете это делать, как только вы перестанете подлагать чересчур сильные, чересчур большие, надежды на какие-то обстоятельства, как только вы перестанете реализовывать свои личные желания и обратите внимание на другого человека, у вас ситуация будет нормализовываться. а там будет у вас такой, какая она, ну, в общем-то, должна быть. Такой, какая она, в общем-то, и есть. и этот момент, значит, так, 10 секунд, я прочту, что вы еще написали, так, ну, все, тренируйте, и, а вот, да, и крайность, крайность. Значит, то, что вы впадаете в крайность, это означает, что вы как-то стараетесь себя взвешивать. То есть, смотрите, какая получается вещь. Вы копите в себе, допустим, негатив. Вы копите в себе, допустим, такие вещи негативные. И они со временем просто-напросто мешают вам воспроизвать мир адекватно. С другой стороны, вы так сильно радуетесь, когда у вас что-то получается, что вы так же, вот, понимаете, мир, может быть, слишком позитивно. Тогда как то, что вы делаете, можно сказать, является органичным ответом на то, что вы сами делаете. То есть, является органичным результатом вашей деятельности. И для начала нужно перестать, да, выконтролировать негативные эмоции, с другой стороны, перестать очень сильно радоваться и моментально верить в себя, когда у вас это получается. с одной стороны, если человек приложил все усилия для того, чтобы чего-то добиться, то результат является естественным и нормальным, но это не одно ощущение, что у вас так все легко, например, или по такой же схеме будет получаться все остальное. опыта. То есть, это, опять-таки, скорее всего, вопрос опыта. Вот, вам необходимо определенное количество опыта и осознание того, что с вами происходит, чтобы отдавать себя все в том, как нужно правильно реагировать. Надеюсь, мой ответ поможет вам определить для себя слабые места и поработать с ними либо самостоятельно, либо помните специалиста, если заходить, можете выбрать его на вашем ресурсе и поработать с ним индивидуально относительно своих проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались именно ко мне, обращайтесь в личку по логу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.